Итак, в настоящее время ключевыми вопросами, конечно, является обеспечение устойчивого прекращения огня и применения оружия в Луганской и Донецкой областях, отвод тяжелой техники и обеспечение разграничительной линии, отвод конфликтующих сторон в соответствии с Минским меморандумом от 19 сентября нынешнего года. Мы позитивно оцениваем сохраняющуюся пока динамику тишины в Донецкой и Луганской областях, которые, несмотря на все же ряд инцидентов и провокаций с обеих сторон, в целом удается сохранить. Как вы знаете, проведение очередного заседания контактной группы в Минске было запланировано на сегодняшний день и завтрашний. Однако из-за необходимости дополнительно подготовить заседание, включая его повестку дня, согласовать целый ряд других аспектов мероприятия, судя по всему, состоится несколько позднее. Российская сторона, со своей стороны, будет предпринимать максимум усилий, чтобы заседание этой группы было организовано как можно скорее и принесло позитивные результаты в плане дальнейших шагов по реализации Минских договоренностей. Несколько слов о важном вопросе об обмене военнопленными. Как вы уже, наверное, знаете, представители украинской страны, а также руководство Донецкой и Луганской народных республик обменялись списками пленных. Достигнута принципиальная договоренность все же провести сверку этих списков и обеспечить обмен военнопленными всех на всех, чтобы на заседании контактной группы обсудить уже практические вопросы, связанные с этим обменом. В условиях гуманитарной катастрофы в Донецкой и Луганской областях особую важность имеет оказание гуманитарной помощи населению этого региона. Россия продолжает оказывать такую помощь жителям Донецкой и Луганской областей. Ее объем в общей массе составил уже почти 13 тысяч тонн. На завтра запланирована доставка в регион очередного гуманитарного конвоя во взаимодействии с украинской стороной и Международным комитетом Красного Креста. В состав груза входят продукты питания, горючие смазочные материалы, электрооборудование общим весом более 1200 тонн.